Приносим наши извинения, но по техническим причинам в этом выпуске со звуком какая-то фигня. Привет, я Стас Давыдов. И видео про весьма необычные столкновения двух мотоциклистов прислал Игнора Муски. И у него почти 4 миллиона просмотров за 4 дня. Никому не доверяй свою ручку газа, особенно другому мотоциклу. Оператор уже забил на гонку. Это идет на YouTube. Жалко, что он не додумался запилить музычку. Но ничего, мы ему поможем. Или можно добавить драматичности и надавить на чувства девочек. Но мне все равно больше нравится вот так. А да, помимо мотоциклов в этом видео есть еще и гонщики. И вот этот очень злой. Но его можно понять? Он может даже к успеху шел. А этот урод решил в боулинг поиграть. И теперь у него приступ мотоярости. Черт! 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 А этот урод, походу, в гонке вообще не собирался участвовать. Так, приехал других побесить. Черт! Только одного сбил. А еще у этого видео есть около 150 дизлайков. Их, наверное, ставят те, кто не любит, когда два мотоцикла падают и крутятся на месте. А гонщики их ловят. Или это все мотоциклист в черном. Со всех аккаунтов. Дизлайк! И это хорошо. А второе видео мы нашли в топах YouTube. Больше 3,5 миллионов просмотров за 9 дней. И как вы думаете, кто в этом видео? А? 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 Правильно! Котик. Ну, как котик. Вы видели его рожу, когда он спалился? Как будто его застукали за просмотром немецкого кино. По крайней мере, у меня обычно именно такое лицо. Говорили коту, не злоупотребляй собачьим кормом. Ты мне больше не кот. Представляю себе. Ночь, тишина. Берримор, а кто это лает на болотах? Кошка Баскер вели, сэр. Что? Овсянка, сэр. Еще в средние века люди знали, что черные коты-то приспешники дьявола. Ха, тут нужен экзорцист. Хотя без знания второго языка в наши дни никак. С псами жить, по песе говорить. Стоп, я знаю, как снимался этот ролик. Барсик, слышь, и мяукни, а то просмотров не наберем. Отлично, интернет наш. Да вообще, что все до него докопались? Кот просто блюет в окно. И это хорошо. Последнее видео нам прислал Егор1163. Итак, лекция, видимо, русского языка для, скорее всего, китайцев. Мы сделали строку караоке. Так что подпевайте. Я знаю, что плохо смеяться. Люди только учат язык. Но что такое капратошка? Это что-то типа капитошки, только фикалоид? Ну да, нормальный персонаж для какого-нибудь азиатского фильма. Китайская подделка на наше детство. Стоп, 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 стоп. Что это? Мастер йода с сиськами? Картошку копать будешь ты. А сейчас будет моя любимая часть. Антошка, Антошка, сыграет нам гандошки. Антошка, Антошка, нам на грань кунтошки. Что такое гандошка? Я догадываюсь. Но что такое нам на курынь кунтошки? Да я оригинальный текст забыл, пока пытался переварить это. Итого, у нас есть 4 варианта. Он говорит, пойдем копать картошку, сыграй нам на гармошке, готовь к обеду ложку или очкина. А я воспользуюсь звонком другу. Очкина. ПОЕТ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Им там всем лет по тридцать, значит на второй год они оставались... И это хорошо! А новый вопрос нам прислал TheErasers13 Короче, атомная война На земле остались только вы и Александр Розенбаум Ваши действия Итак, на земле остались только вы и Морж Ваши действия Ваши интересные ответы оставляйте в комментариях Здесь на Ютубе На этом всё, с вами был Стас Давыдов, подписывайтесь, оценивайте А видео на обзор присылайте вот сюда И так, вы тоже на половину банан Антошка, Антошка, пойдём к Абаладушку Антошка, Антошка, пойдём к Абаладушку Тири-тири, проливали А это мы не проходили, а это нам не... Как-то так 達 testing Катар Тири-тири А Borat ок Тири-тири Сuryдия